МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжает новости Дагестан. В студии Зухра Алиева. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Заместить следы преступления не удалось. Браконьеры в Кизлярском районе подожгли склад с рыбой осетровых видов. Загрязнение побережья стало серьезной экологической проблемой. Дагестан присоединился к всероссийской акции «Вода России». Сложнейшие операции новым методом. Врачи Республиканской клинической больницы первыми в России освоили уникальный метод удаления камней с помощью новейшего эндоскопа. Браконьеры в Кизлярском районе подожгли склад с рыбоосетровых пород. Сделано это было в целях сокрытия своего преступления. Пожар потушен, провокационные действия локализованы. Ранее пограничники вместе с коллегами из УФСИН и МВД по Дагестану обнаружили в подсобном помещении жительницы селения Новые Бухты более 400 килограмм незаконного улова. По предварительной оценке, нанесенный ущерб водным биоресурсам составил около 16 миллионов рублей. По данному факту проводится проверка. Возбуждены уголовные дела. Соблюдают ли закон компании, занимающиеся пассажирскими перевозками? Чтобы выяснить это, сотрудники ГИБДД и Ространснадзора вновь вышли на Махачкалинские дороги. Инспекторы уделяют особое внимание соблюдению водителями требований дорожного движения, проверяют наличие техосмотра и состояние общественного транспорта. Полностью при перевозке пассажиров транспорт должен быть технически исправлен. У них должны соответствовать протекторы шин, лобовое стекло целое должно быть, все наличие документов, путевые листы должны быть, медосмотр должен быть, техосмотр. Пассажиры, водители должны соблюдать все при перевозке. У них вся документация должна быть. Не хватает в городе транспорта, маршрутки переполнены, число мест не соответствует с количеством пассажиров в транспорте. Вот основная проблема нашего города. Транспорта не хватает. Также сотрудники напомнили горожанам о необходимых мерах профилактики в период пандемии. Пассажирам автобусов и маршруток бесплатно раздавали гигиенические маски. Оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус» будет проводиться до конца месяца. Ежегодно в конце октября отмечается День таможенника России. В этот день сотрудники Дагестанской таможенной службы пригласили к себе на экскурсию воспитанников школы-интерната для слабослышащих. Дети познакомились с особенностями работы и с профессиональной таможенной техникой. На экскурсии побывал и наш корреспондент Карим Даниев. Жилетки, видеокамеры для осмотра и служебные собаки. Сегодня воспитанники школы-интернат для слабослышащих пробуют себя в роли таможенников. Начали с теории, продолжили практикой. Экскурсию для детей с особенностями провели работники Дагестанской таможенной службы. Специально для них был развернут мобильный инспекционный комплекс. Затем воспитанников отвезли в международный терминал аэропорта. Особенный интерес у детей вызвал мастер-класс с кинологическими собаками. Мероприятие проходило в рамках празднования. Мне понравилось больше всего в аэропорту. Мы смотрели там на самолеты, как люди садили самолет. Были чемоданы, одном чемодане было на котике. И собака узнала этот чемодан. Мне это тоже понравилось. Мероприятие проходило в рамках празднования Дня таможенника России. В этом году службе исполняется 30 лет. По словам заместителя начальника дагестанской таможни, это отличный повод поработать с подрастающим поколением. Это очередное такое мероприятие, которое мы провели с учат с приглашением детей. Буквально некоторое время назад точно так же мы детей приглашали на день открытых дверей. Данные мероприятия проводятся, чтобы подрастающее поколение видело, чем занимается таможенная служба в республике Дагестан, чтобы дети проявляли интерес к этой службе. И возможно кто-то из них в последующем выберет профессию таможника и будет защищать экономические интересы Российской Федерации. Экскурсия завершилась чаепитием. За столом дети делились своими эмоциями и впечатлениями от прошедшего дня. Карим Даниев, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Дагестан известен своей уникальной природой. Горы, реки, озера и море не оставили равнодушными ни одного туриста. Однако существует несколько экологических проблем. И одна из них это бытовые отходы, которые засоряют водоемы. Наша республика по такому поводу присоединилась к всероссийской акции «Вода России». Около 500 волонтеров навели порядок у побережья Каспийского моря. Подробнее об акции и об ее участниках расскажет Наталья Ханбабаева. Экологическая эстафета «Вода России» добралась и до Дагестана. Здесь, на Каспийском побережье, субботним утром собрались не только сотрудники госучреждений и студенты, но и дети. Последние отнеслись к уборке пляжа с особой ответственностью. Я хочу сказать, что это достаточно важно, потому что из-за людей, которые тут мусорят, могут погибать животные. Раньше было очень много каспийских нервов. Сейчас осталось около нескольких тысяч всего. Поэтому я всех призываю помогать убирать побережье Каспия и других рек. Экологическая ситуация в прибрежной зоне Дагестана не самая лучшая. Некоторые области береговой линии напоминают нелегальную свалку. Студент республиканского вуза Ринатали рассказывает, что участвует в акции не в первый раз и рад провести выходной день с пользой. Это уже не первая наша акция. До этого у нас проходила очистка Самурского леса от мусора. До этого у нас еще была поездка в Эльтавский лес. А также мы принимали участие в очистке озера Акгёль. Сегодня мы пришли на акцию. В этой акции принимают участие представители всех дагестанских университетов, вузов. Сегодня у нас будет очень хороший день, очень продуктивная работа. Акция «Вода России» в рамках нацпроекта «Экология» за 7 лет объединила 6 миллионов человек со всей страны. В этом году уже прошло более 11 тысяч мероприятий по очистке берегов водоемов от Калининграда до Владивостока. Амбассадор акции актриса Юлия Михалкова напомнила главное правило экологического поведения. Много очень у нас бескультурных граждан, за которыми потом все убирают. Культурные граждане, как мы с вами. Поэтому бескультурные граждане. Не забываем наш девиз. Девиз – правило посещения рек и озер. Принес – забери. Понятно? Наталья Ханбабаева, Нурмагомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Дворовые мавлиды продолжаются. На этот раз праздничное мероприятие прошло во дворе улицы Хивская. На торжество собрались жители близлежащих домов. Для них читали строки Священного Корана, нашиды и проповеди. Мы смотрим, в книгах ученых написано, почему же обособлен именно Раби Аль-Аваль рождением пророка, алейхи салату ассалам. Они отвечают, что Аллах захотел выделить этот месяц рождением в нем пророка, алейхи салату ассалам. Потому что ни среди арабов, ни в остальном мире не был этот месяц известен каким-то особенным событием. Если бы он родился в месяц Рамадан, сказали бы, что из-за почета в месяц Рамадан он родился. Или какой-то другой известный среди людей месяц, если бы он вышел, сказали бы, что из-за почета к этому месяцу он родился. Но Аллах обозначил этот месяц рождением пророка, алейхи салату ассалам, а не его рождение каким-то особенным месяцем. Организаторы провели среди детей уникальный конкурс с подарками. Для всех участников был приготовлен горячий ужин. Инициатором проведения праздничного вечера выступил Муфтият Республики. Республиканский фестиваль «Вкусы гумбета» состоялся в селе Первомайское. Праздничные мероприятия приурочили к столетию Дагестанской АССР и Дню работников сельского хозяйства. На выставке представили сельскохозяйственную продукцию и изделия народных промыслов. Аграрии представили мясо, урбечь, мед, фрукты, овощи и много другой фермерской продукции. Животноводы гумбетовского и дляратинского районов показали племенной скот андийской и дагестанской горной пород. На празднике выступили вокальные и театральные коллективы, а также прошли спортивные состязания. Мероприятие организовала администрация гумбетовского района совместно с Минсельхозпродом Дагестана. Дагестанские аграрии смотрят с надеждой в будущее. Для этого есть все основания. Большая государственная поддержка по линии федерального Минсельхоза, по линии республиканского. И то внимание, и то отношение руководства республики аграрии чувствуют. Аграрии отвечают хорошими показателями. Врачи Республиканской клинической больницы первыми в России освоили уникальный метод удаления камней с помощью новейшего эндоскопа. Теперь хирурги проводят сложнейшую операцию в самых труднодоступных местах без единого разреза и побочных эффектов. Как проходит операция и на что способна современная техника узнавала Патимат Ханапова. В Республиканской клинической больнице появился новейший эндоскоп. Благодаря нему можно удалять камни по уникальному методу, который впервые в России освоили дагестанские врачи. Это длинный тонкий провод, на конце которого цифровая камера. Устройство легко может попасть в самые труднодоступные места. Протоки поджелудочной железы и печени. И это без единого разреза. Мы заходим, уже полная визуализация этой же камеры, отдельным эндоскопом. Заходим в этот холидор, видим камни, дробим, вытаскиваем полное. То есть у нас можем взять анализ версии, если что-то растет. Первые операции на суперсовременном оборудовании прошли под руководством приглашенного из Москвы профессора Станислав Будзинский, доктор медицинских наук, стаж врача более 15 лет. Мы сегодня планировали это раздробить камни с помощью электрогидравлики. Однако получилось еще более интересно. Насколько я знаю, впервые в России выполнили дробление не только этих камней, которые были в желчном протоке, но и камней в желчном пузыре. Этого не было в России? Нет, этого в России не было. Именно эндоскопически через просвет желчных протоков, то есть через эндоскоп, этого не было. Но выполнили успешно, хотя такая долгая операция, 3,5 часа, но тем не менее, вот сейчас завершили. Такие операции войдут в обычную практику врачей больницы. Здесь отмечают это большой прорыв, в частности в эндоскопической службе. Ведь новый метод позволяет обойтись без травматичных открытых разрезов, а риск осложнений сводится к минимуму. Наша эндоскопическая служба, именно нашей больницы является ведущей, так как первое отделение в Дагестане было у нас. Мы проводим все манипуляции и сегодня нам посчастливилось получить новые аппаратуру и новые навыки. Кроме того, медики планируют стать участниками первенства России по эндоскопии. Там они представят интересный клинический случай на суд зрителей и жюри. Матимат Ханапова, Мурат Бигбарзов, Новости ННТ, Махачкала. Махачкалинская «Динамо» вышла на вторую строчку в турнирной таблице ФНЛ-2. Накануне столичный клуб в гостевом матче одолел «Спартак» Нальчик. «Динамовцы» вырвали победу в самой концовке встречи. В компенсированное время со штрафного удара оказался точен Залимхан Юсупов. По итогам 15 туров команда набрала 33 очка и занимает второе место. Впереди только ростовский СК. Матч следующего тура наши футболисты проведут 31 октября дома против футбольного клуба «Чайка». А дагестанские юниоры вне конкуренции на турнире в Краснодаре. Всероссийские соревнования памяти двукратного призера Олимпиады Бесика Кудухова завершились в столице Кубани накануне. Сильнейших определяли среди 300 вольников не старше 21 года. Юниоры из Дагестана собрали самый большой урожай наград. В копилке 16 медалей, 4 из которых высшие пробы. Первыми в своих весах стали Башур Магомедов, Магомед Рассо Ласлуев, Алихан Исаев и Магомед Нуров. Также в копилке наших борцов еще 7 серебряных и 5 бронзовых наград. Смотрите нас также на сайте nntv.ru. А у меня на этом все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова